Всем привет, с вами ЛФТЛ и новости кино. Похоже, что ремейк «Пятница 13» отменен. И, видимо, винить в этом стоят маленькие сборы кинофильма «Звонки». Компания Paramount убрала из своих планов релизы новой «Пятницы 13». И похоже, что 13-я часть франшизы умерла, не родившись. За пару недель до съемок, а премьера планировалась, напомню, на 13 октября 2017 года, проект приказал долго жить, что стало полной неожиданностью для всех, кто им занимался, включая режиссера Брейка Эйснера и продюсеров из компании «Платинум Дюнс». А ведь картина Брейка Эйснера уже находилась на стадии препродакшена. Ее съемки должны были стартовать в середине марта 2017 года. Если верить слухам, то есть две причины. Первая — в 2018 году права на франшизу могут вернуться к Warner Bros. и их компании New Line Cinema. Второй слух — Paramount остались разочарованными кассовыми сборами другого ребута. Звонки. На старте проката они собрали всего 13 миллионов долларов, при бюджете в 25. Это, очевидно, значительно меньше, чем хотели и планировали в Paramount. Очень похоже на то, что, глядя на столь невысокие кассовые сборы фильмов вроде «Звонок» или «Ведьма из Блэр», Paramount отказались от попытки сорвать куш с еще одним перезапуском. У фильма Джеймса Лана «Заклятие» появится второй спин-офф — «Монахиня», сообщают источники сайта Hollywood Reporter. «Монахиня-демон» появился в «Заклятии 2» в последний момент, за три месяца до выхода фильма в прокат. Поначалу главным антагонистом было жуткое существо с рогами. Студия не возражала, но на Вана снизошло озарение, и он предложил продюсерам заменить чудовище на «Монахиню». Недостающие сцены переснимали в марте. Напомню, картина вышла в прокат 10 июня. Кое-где удалось ограничиться небольшой компьютерной корректировкой, но некоторые сцены пришлось полностью переделывать. Добавлю, после успеха «Заклятия» продюсеры франшизы выпустили спин-офф про старинную куклу «Проклятие Аннабель». Фильм стал большим коммерческим хитом. В сценарии «Монахини» пишется автор «Заклятия 2» Дэвид Лесли Джонсон. Джеймс Ван продюсирует проект. Американский Суперкубок 2017 порадовал трейлерами не только ожидаемых на больших экранах голливудских блокбастеров, но и тизерам ко второму сезону «Очень странных дел». Общепризнанно – одному из лучших сериалов минувшего года. «Мир переворачивается вверх дном», – зловеще гласит титр, мелькающий в 30-секундном ролике, что подтверждается апокалиптическими картинами, следующими за ним. Милых сердцем миллионов зрителей отсылок к известным фильмам, судя по этому короткому видео, меньше не станет. И любовное спекулирование на символах той эпохи явно наберет обороты. Кроме того, похоже для поклонников «Охотников за привидениями», Netflix приготовил специальный бальзам на израненные прошлогодним сиквелом души. Старт нового сезона намечен на Хэллоуин. Американский актер Арнольд Шварценеггер выложил в своем Facebook трейлер к фильму «Последствия», в котором исполнил главную роль российского архитектора Виталия Калоева. Картина выйдет на экраны 7 апреля. Режиссером выступил Эллиот Лестер, который снял фильм «Без компромиссов». Лента основана на реальных событиях. Напомню, в 2002 году в авиакатастрофе над Боденским озером Виталий Калоев потерял семью из-за ошибки сотрудника авиадиспетчерской компании «Скай Гуайт». Столкнулись два самолета, погиб 71 человек, в том числе жена и двое детей Калоева. Спустя 478 дней он убил авиадиспетчера Питера Нельсона. В 2005 году Калоев был приговорен к 8 годам тюремного заключения в Швейцарии. В 2007 году освобожден досрочно за примерное поведение. В 2008 году он стал заместителем министра строительства и архитектуры Северной Осетии. На этом все. Следите за интересными новостями в мире кино. Удачи!